Четвертая глава Корозуты посвящена началу спасения распятого в мире Христа. То есть в третьей главе было описано, как Христос был распят во всем мире, и в каждом человеке в том числе. А четвертая глава описывает, как началось его фактически воскресение и спасение. То есть мы живем в период, когда Христос у нас воскресает, и скоро Он победит и в нас, и во всем мире, и будет судить живых и мертвых. Так вот, для спасения Бог творит второго посланника. Первый посланник — это сам Христос, первый человек. Второй посланник творит живого духа, и живой дух творит пять сыновей. Опять мы тут видим цифру пять, то есть, как мы помним, у Бога в Царстве Света пять интеллектуальных сил. Потом, когда первый человек от тьма захватил, родилось пять детей первого человека, которые в Будде также описываются как пять агрегатов. Это в основном эмоционально-молевая сфера психики. Ну, также компоненты восприятия, абстрагирования. В общем, пять агрегатов — это все силы нашего сознания, которые как-то реагируют на материальный мир, то есть находятся в сцеплении с тьмой. Вот всё в нашей психике, то, что реагирует на материю именно. И вот теперь, значит, новая пятёрка — это пять добродетелей, то есть пять сил, которые спасают. Вот держатель сияния — это разум именно в аспекте разума спасения, то есть разум, осознающий, что надо спасаться. Будду ещё это называл бодхичитта, да, то есть желание достичь освобождения осознанное. Как бы там не столько желание, сколько понимание того, что... То есть интеллектуальный компонент в этом лидирует, в держателе сияния. Царь чести — это личное достоинство. Кстати, манихейство — единственная религия, которая имеет отдельного ангела именно для чести человека. Попы обычно собственные достоинства человека топчут, чтобы человека сделать рабом. Мы, наоборот, хотим человека сделать господином самого себя, освободить и поднять его личное достоинство. Поэтому есть прямо такой ангел — царь чести. Алмаз света — это интеллект, то есть все совокупные знания, которые нужны для спасения. И он у нас находится в сердце. Потом расскажем. Царь славы — это энергия спасения, то есть постоянное, как бы, такое желание спасаться. Волевое усилие. И носитель — это уверенность в том, что нужно спастись и освободиться. То есть как бы вера, аналог веры — это вот в носителе. Позже мы увидим, что эти пять сил в человеке расположены в пяти точках, то есть это также пять чакр в йоге. И, как мы видим, эти силы исключительно интеллектуальные. То есть вот эти пять сил, они тоже не какие-то... Эти чакры не какие-то там физические точки, на которые там нужно давить и так далее. Или какие-то материальные усилия совершать. А это именно интеллектуальные силы. И также мы здесь видим, что одной веры, то есть носителя, для спасения недостаточно. Потому что иногда протестанты говорят, кто верит, тот уже спасен. Кто спасен, он на деле должен быть сыном Бога Небесного и всей совокупностью вот этих парамид, то есть совершенных качеств, обладать. То есть носитель, вера, он тоже нужна, то есть это уверенность в том, что мы победим, так скажем. Но это именно только носитель, это такая основа, на которой уже все остальные интеллектуальные силы нужны для спасения, формируются. Пять детей живого духа также соотносится с шестью парамидами буддизма. А именно держатель сияния — это мудрость, праджня, да? Царь чести — это даяние, потому что честь человека в том, чтобы помогать другим. То есть чем больше мы другим даем, тем больше наша личность в этом проявляется, тем больше нашей собственной славы. Поэтому честь человека как раз проявляется в даянии. Когда другим помогаем, в этом реализуется личность. Алмаз света — это терпение, если мы к стандартным буддийским параметрам это приводим. Ранее говорил, что это также совокупность знаний, но это все правильно, потому что терпение, оно и предполагает такое созерцательное отношение к миру. То есть терпение, оно и есть такое знание о том, что рано или поздно мы все равно победим, а сейчас нужно терпеть. Поэтому тут эти понятия хорошо соотносятся. Царь славы — это нравственность, то есть соблюдение нравственных принципов. И в этом проявляется как раз энергия спасения в том, что мы соблюдаем определенные принципы нравственные и им следуем. На это направлены наши энергии. И носители — это такие параметры, как воля и медитация. Он объединяет в себе две параметры. Носитель — это такое пассивное начало, уверенность, воля, медитация и так далее, сосредоточение. И таким образом вот эти пять детей живого духа — это такая интегральная концепция, которая объединяет и чакры йоги, и парамиты буддизма, и, в общем, добродетели христианства. Это такая единая система спасения. Далее в четвертой главе идет сцена призыва. Призыв — это отдельный тоже манихейский ангел. И миссия этого ангела в том, чтобы напоминать человеку о его небесном происхождении. То есть о том, что человек не только тело, но и разум. Причем тело погибнет, а разум может спастись. Потом, по мере дальнейшего изучения разных святых писаний, много того будет. Вот от таких образов, что человек спит, или он пьяный, или там вокруг него играют музыку, эти самые черти. То есть человек каким-то образом забывает, забыл о том, что происходит с неба. И вот приходит этот призыв, ангел, и призыв говорит, что у нас есть родители на небе, и наши родители — дети света. И душа вспоминает, что ее настоящая родина на небе, а не на земле, и с этого начинается спасение души. Сам же процесс спасения заключается в обретении пяти детей живого духа. Это общая концепция, и далее она будет очень подробно раскрываться.